В октябре уже традиционно в Самарской губернии проходит фестиваль Дни Высокой Музыки. Мы сегодня встречаемся с его художественным руководителем, скрипачом и дирижером Дмитрием Коганом. Дмитрий Павлович, благодаря фестивалю мы с вами видимся достаточно часто, зрители вас видят. И, наверное, хорошо иметь возможность следить за вашей творческой деятельностью. Поэтому, наверное, логично вас спросить о самых-самых последних новостях. Я вообще не очень люблю хвастаться, вы знаете, и громко заявлять о том, что там удалось сделать то, чего ничего не было. Я не рекламщик по своей натуре, я очень человек, достаточно живущий в своем мире. И мой мир достаточно закрыт. Он достаточно закрыт, на самом деле. Мой личный мир. Хотя мое творчество и моя деятельность, она максимально как раз открыта. Но ведь, видимо, потому что деятельность открыта так сильно, да, наверное, личный мир, поэтому достаточно закрыт. Я, например, не пользуюсь социальными сетями. Я не пользуюсь ни Фейсбуками, ни ВКонтакте, ни Твиттерами. Я этим не пользуюсь, потому что у меня в жизни, в принципе, и так достаточно общения, делового общения, общения по роду моей деятельности, общения с поклонниками. Мне, например, совершенно не мешает мое отсутствие в соцсетях, потому что я очень ценю время. И этот час можно просидеть с компьютером, прообщавшись с кем-то в социальной сети. А за этот час можно придумать какую-нибудь новую программу, даже просто в голове, да. Можно, ну, не выучить какое-то произведение, ну, вот за несколько таких часов можно его выучить. Поэтому я считаю, что вот эта вот социальная гиперактивность, она, наверное, что-то забирает. Ну, по крайней мере, у меня. КОНЕЦ 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 Перестав быть художественным руководителем Самарской филармонии, стали ли вы меньше интересоваться тем, как проходит музыкальная жизнь в нашем городе? Ну, знаете, я бываю в Самаре два раза в год, собственно, сейчас, когда проходят Дни высокой музыки в октябре, и когда проходит Волжский фестиваль духовной музыки. Это весной, в период Великого поста, фестиваль, который придуман нами с митрополитом Илларионом. И это такой уникальный в своем роде проект музыкальный, который сконцентрирован именно на духовной, на католической, православной музыке. И совершенно не имеет аналогов этот фестиваль. Я очень надеюсь, что он будет продолжать здесь свое существование. И Владыка Илларион тоже очень внимательно к нему относится при составлении программ, при подбору репертуара. Поэтому я не думаю, что я как-то меньше интересуюсь. Но это будет весной, а сейчас уже начинаются Дни высокой музыки. Да, я бы хотел сказать, что я достаточно все-таки интегрирован в то, что происходит. Мы остались не чужим для вас в городе, я надеюсь. Знаете, как говорят бывших разведчиков, не бывает. Для меня тоже это все эти люди, с которыми мы так тесно сотрудничали, работали. Это все люди мне очень близкие, родные. Я каждый раз сюда приезжаю, я не чувствую, что я приезжаю в какой-то неродной мне город. Что касается Дней высокой музыки, в этот раз необыкновенно разнообразная программа. Это тоже ваше решение? Это наше решение. Ну, знаете, каждый фестиваль должен иметь какую-то динамику. Динамику, на мой взгляд, все-таки разнообразие и расширение. Ну вот максимально то, что на данный момент было возможно, наверное, будет сейчас представлено публике. Он действительно разнообразный фестиваль, в нем есть концерты и выдающихся мастеров, есть концерты начинающих, молодых, дарований, есть джазовые концерты, хоровые. Ну, то есть каждый слушатель, каждый зритель, у него есть выбор, на какой концерт сходить и что ему ближе, какой жанр. КОНЕЦ А на что вы ориентировались, создавая подобную программу? На ваш собственный вкус или на потребность публики? Может быть, это была просто какая-то статистика, что нам нужно добавить? Знаете, вот в некотором смысле слово «на потребу публики» приобрело такой достаточно, почти что такой какой-то негативный характер. Извините, пожалуйста, для чего мы все существуем и работаем? Для нее, для публики? Публика – это главный критерий, публика – это то, вообще для чего, например, для чего я занимаюсь своей профессией. Поэтому, конечно, всегда нужно учитывать, без этого никак нельзя, именно потребности, не потребу, а потребности публики, то, что публика хотела бы услышать, то, что публике будет интересно. А интерес, соответственно, ваш главный критерий, какую реакцию вы от публики ждете? Восхищение, шок? Ну, я не думаю, что там восхищение или шок. Я просто хочу, и мы хотим, чтобы публика, которая пришла в зал, а некоторые люди ведь приходят вот именно на фестиваль первый раз в жизни, чтобы концертный зал и классическая музыка, пусть даже джазовая, пусть хоровая, какие-то ответвления, чтобы она стала постоянным спутником в жизни этих людей. Что для этого нужно, как вы считаете, вот какой должна быть, как должна сегодня преподноситься классическая музыка для того, чтобы она нравилась современному зрителю, чтобы она на самом деле плотно входила в его жизнь? На мой взгляд, не должно быть перегибов и перекосов. Я очень хорошо отношусь к монографическому творчеству, к каким-то большим монографическим концертов, композиторам, даже современных и так далее. Но если это будет преварировать, вы же понимаете, что уже 70% зрителей мы потеряли. Ну, потому что не все это хотят слушать. Не все хотят слушать вечер, состоявший из... в котором звучат симфонии длинные. Да, люди хотят иметь выбор. Кто-то хочет слушать цикл «Санат Брамса», а кто-то хочет пойти на легкий, изящный джазовый концерт. Поэтому должны мы всего предоставить понемножку. На что вы ориентируетесь? Может быть, на какие западные стандарты? На кого-то из исполнителей или дирижеров? Нужно ли, как, например, в случае с Андрею Рью, делать практически шоу из классического концерта, используя современные какие-то возможности техники? Или все-таки качество исполнения и звучание – это главное? Ну, вот вы правильно сказали. Андрей Рью – это уже шоу. Это фактически шоу в чистом виде. Мы все-таки занимаемся академическим искусством и классической музыкой. Другое дело, что должны быть развиты разные ее ответвления и жанры. Но сам базис высокого знамени академического искусства, он должен быть неизменен. Никто никакое шоу не пытается здесь устраивать. Этого не будет, для этого есть другие люди. Вы насколько довольны качеством исполнителей, которые в этом году будут участвовать в фестивале? Это лучшее, что вы могли собрать? Это такой вопрос, знаете, странный в том плане, что я себе недоволен был качеством исполнителя. Но вы получаете все, что вы хотите. Он бы никогда, этот исполнитель, не получил приглашение выступить на днях высокой музыки. Это просто невозможно. Ну как? Ну, может быть, кто-то еще пока не согласен ехать в Самару? Или вам удается всех пригласить, кого бы вам хотелось? Вы знаете, пока что на это жаловаться не приходится. Люди приезжают, приезжают с удовольствием. И публика их слушает с удовольствием. Мне кажется, состав исполнителя в этом году очень сильный и разнообразный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самарской филармонии скоро 75 лет. Как вы считаете, с какими результатами к этому юбилею подходит филармония? Может ли она гордиться собой? И к чему ей нужно стремиться? Я считаю, что Самарская государственная филармония – это одна из немногих в нашей стране. Организация с такими высомыми и с такими действительно солидными традициями. И филармония, вот сколько я ее помню, впервые я здесь выступил, когда мне было не то 13, не то 16 лет, а сейчас мне 35, да, то есть уже более 20 лет. Она все время находится в достаточно стабильной ситуации. Это тоже очень важно. То есть здесь не было каких-то периодов упадков, не было каких-то таких кризисов. То есть все достаточно ровно. И люди, которые работают в филармонии, которых я знаю годами, некоторых десятилетиями, некоторых, вот с первого дня моего сюда приезда более 25, более 20 лет назад, эти люди всю жизнь отдают. И они, конечно, профессионалы очень высокого уровня. Я хочу им пожелать никогда не сдаваться и дальше развивать то, что нужно и можно развивать, то, что требует развития. Ну, я горжусь тем, что судьба подарила мне возможность с этими людьми осуществить ряд интересных проектов, осуществить задуманные идеи. Вы сказали, что не любите тратить время на то, чтобы описывать свои планы, но есть ли вероятность, что вы будете чаще, чем два раза в год приезжать в Самару, может быть, родиться еще какой-то проект? Вы знаете, у меня просто график сейчас такой, что, хотя я коренной москвич, но в Москве я бываю два, максимум три дня в месяц. Я просто даже практически не бываю дома, поэтому сейчас громко как-то заявлять, не знаю, график жесточайший. Но на юбилей филармонии, я надеюсь, мы вас в любом случае увидим и услышим. Сделаю все возможное. Спасибо вам большое. Спасибо. Желаю вам творческих успехов и дальнейших встреч с самарской публикой, которые вас нет. Спасибо. Успехов. Ну, а с нашими телезрителями мы традиционно прощаемся ровно на одну неделю. Оставайтесь на телеканале «Губерния». Всего вам доброго. До свидания.